Вообще, знаком Божьим является всё. И это событие трагическое в том числе. И потом мы, русские, нечто подобное переживали сто лет назад. Были от Бога сигналы, знаки. Мы их не услышали. И вот сейчас расплачиваемся год за годом, десятилетия за десятилетия за то, что выбрали не святого царя, а беспощадного Ленина на свою голову. Хотя была гражданская война, но выбор всё-таки был сделан в эту пользу. Ну и выбрали в сторону жуликов, обманщиков, воров. Что, и у французов тоже есть какой-то неправильный выбор? Нет, французы выбрали другую паратигму развития общества гражданского. В чём они согрешили? Ну, согрешили то, что отвергли, во-первых, упоминание в Конституции имя Божие. Во-вторых, то, что они затеяли вот эту игру в гендерное равенство. Тем самым нарушили просто библейскую заповедь. И Бог сотворил мужчину и женщину, как человек от семья. Они придумали, наградили не знаем что, по-моему, сейчас 62 гендера. И это, конечно, Отец Небесный нашёл способ в первый день Страстной Седмицы выразит своё порицание этому событию. Но очень милостиво, как всегда, он делает, никто не погиб из людей. То есть это обращение прямо вот к сердцу галов, которые в Папу Римского кидали всякие в последний приезд. Вот всякие вот фрукты, овощи, кричали что-то. Но другие галы выходили в количестве миллион на площади, чтобы выразить свой фе по поводу однополых браков. Но их вообще никто не слышал, ни из правительства. Поэтому общество разделено, и причём по очень такой линии, которая непосредственно связана с Законом Божиим. Отец Дмитрий, давайте из Парижа перейдём на нашу русскую землю. Напомню, телефон прямого эфира, 8800 200, ровно 9702. Согласны ли вы с отцом Дмитрием, что мужиков у нас больше нет, кроме как в спецназе? Отец Дмитрий, а как так получилось? Как вы додумались до того, что только русский мужик в спецназе остался? Да, вот мы вдвоём сидим сейчас и спрашиваем вас. Получается, по вашему определению, вы так то ли пошутили, то ли бросили в общество такое? Нет, это просто гипербола. А, вы троллите общество? Ну, я не знаю, что такое троллить. В моём лексиконе нет такого слова, поэтому я не знаю его перевода. Что-то вы шутите. Вы немножко издеваетесь над общество. Это не шутка, это гипербола. Вот знаете такое слово? Да. Ну, вот. Вот это такое гиперболическое воззвание и замечание. Для чего? Чтобы обратить внимание на одну проблему. Проблема наша, национальная. Это малодетность. То есть на двух супругов рождается у нас в стране один ребёнок. Это говорит, что мы в геометрической прогрессии самоуничтожением занимаемся. Вот. Потому что наши женщины взяли такую бациллу, которая заразила их ум, о том, что дети – это разводить нищету. В результате школа у нас целиком женская. Все спортивные конные клубы – это женские. И так далее, и так далее. И вот это выражается вот в чём. Что я сам родился в многодетной семье. И прекрасно понимаю, на опыте знаю, что настоящий мужчина, он взращивается именно в такой, в конкурентной среде, где, ну, вот, младший брат не стесняется лупить старшего. А когда сыночек один, то отношение мамы, даже если армия бриллиантовая, это не отдавать, сохранить и до 45-ти кормить его грудью, пока растёт мозг и череп мужчины. — Извините, да, я просто не хочу вас перебивать, но при этом я хочу сделать замечание по ходу вашей речи. — Да, перебивайте. — Смотрите, у меня четверо детей. — Да. — Я не спецназовец. Я не понимаю, так какому обращение, почему вы сравнили мужчин со спецназовцами. — Сейчас объясню. — Вот я скажу так, в криминальной хронике спецназовцы часто избивают женщин. Или вы обращались, скорее, к женщинам, чтобы они больше рожали. Любая гипербола должна быть чем-то оправданной. В этом случае вы говорите, что если люди не воевали, в смысле, если они не служили, тем более в спецназе, то они, в общем-то, ну, скажем таки, недомужики. Вот так услышало вас мужское сообщество. То есть получается, что люди хорошо, ну, вы, собственно, не были в армии, многодетные, неплохо образованные, которые хорошо относятся к женщинам, у них семьи достаточно крепкие, они вкалывают. И вы имя, им от имени церкви, с шуточкой, и какую-то маленькую мину, я не знаю, зачем? — Владимир, родной, я говорю, исключительно от себя. — Я понимаю. — Журналисты упорно говорят в РПЦ, и меня ставят на место патриарха, что как будто я мнение... — Вы представляете православную церковь, извините, вы говорите от ее имени, но все равно. Или вы как частное лицо, как гражданин, говорите? — Я говорю, как обыкновенный городской священник. — Как священник. — Конечно, ну и что? А вы просто журналист, вы говорите, что от имени всего Российского общества, что ли? — Ну, если я нарушу репутацию журналиста своим поведением, это будет наложить некий тень на журналистику. Если вы как священника обидите достаточно большое количество граждан... — Я не собираюсь никого обижать, я даже готов разжевать, что я хотел сказать. — Есть такая вещь, очень интересная, называется статистика. Мне сообщили те люди, которые занимают статистику, что у нас средний возраст россиянина 40 лет. Это чудовищно катастрофическая цифра. Это говорит о том, что те семьи, которые подобны вам, вы попадаете только в 3,5%. У остальных один ребенок и редко два, который сильно не вылезает за 4%. Поэтому мы вымирающий народ. — Люди вкалывают, некоторые не могут себе позволить много детей. И опять-таки люди, которые... — Они могут позволить себе достать эти деньги из наших возможностей. У нас есть недорогие... — Они вкалывают, очень серьезно вкалывают, извините, работают на 5 работах. И говорить им, что, ребята, если у вас нет 3-4 детей, то вы... Я не знаю. — Я этого не говорил. Вот вы почему-то приписываете мне то, что я не говорил. Я говорил совершенно о другом. Продолжаю разжевывать. Какие темы меня волнуют? У нас по количеству абортов, мы первая страна в мире... Ну, с Румынией сейчас мы спорим. Мы сами убиваем своих детей. Хотя у нас 20% бесплодных женщин, которые с удовольствием усыновили наших детей. Я не понимаю, как священник, который, кстати, оплачивает эти аборты из своей зарплаты. Потому что у нас ОМС. — ОМС, да. — Да. Я вот это не понимаю. Мне это представляется кощунством. Понимаете? Вот у меня тема. Аборты. То есть это самоубийство народа. Второе. Отсутствие желания рожать наших женщин. У них совершенно что-то произошло с умом, потому что они считают, что дети – это и есть просто то, что их мучает, и то, что нужно от них избавляться. А детей предохраняются как от бандитов и так далее. Вот. И выращивают мужчин, которые называют по определению маменькины сынки, которые не способны ни защитить женщину, ни её прокормить, ни воспитать собственных детей. Их сколько? Ну и 95%. — То есть 95% всех мужчин маменькины сынки. А почему у нас, вы говорите, мужики такие тепличные и слюнтяи только вырастают? — Женское воспитание. Причём женщины… — А раньше как было? — Работающие. Нет, женщины раньше воспитывали детей. Вот и другое. — Вот, они тоже вели. — А потом, когда они становились отраками, уже мужчины участвовали очень активно. И они, все дети, участвовали в труде отца и матери. А сейчас нет. Сейчас занимаются какие-то тёти, которых папа даже не может выговорить по имени и отчеству. А когда папа разводится с мамой, он даже не платит ей алименты. И такие 90%. — Почему 90%? У меня очень много знакомых, они платят лимит. — У вас очень много знакомых, я вас поздравляю. — Может быть, у вас больше круг общения. Я поездил по стране очень много. И мне почему-то попадаются люди, глубоко несчастные. Потому что они хватаются за много работ, как работа копеечная. И обвинить их в том, что они, может быть, и дома не появляются. — Это не обвинение. Я сострадаю. Я сострадаю своему народу. — Вы говорите, что они не мужики. Нет ничего страшнее для мужика сказать, что он не мужик. Я не знаю, вы бьёте сану. — А когда он не мужик, гладьте его по головке. — Да всё нормально. — А почему он не мужик, он работает? У нас большинство мужиков кавывает. Вы не говорите, 95%. Я изумляюсь. Где я, 95%? Я вам скажу, более того, я поездил по стране очень серьёзно. Есть одна такая интересная примета. Если я приезжаю в какой-нибудь маленький городок, вот чем он страшнее и убитее, простите уже, тем шикарнее церковь. Вот стоят в разбитом городке вокзал джиннодорожный РЖД, хорошо сделанный, церковь, которая очень богато возведённая, и вот трущоба, в которой живут, как вы говорите, не до мужики, которые пытаются найти хоть что-нибудь, чтобы притащить в семью. — Слово «недомужик» — это ваш термин. — Ну, извините, я ваш гипер был, гипер был. — Я понимаю, Владимир, родненький, вы всё время сползаете, я знаю, на что. — На что я сползаю? — Ну вот на то, что я совершенно об этом не говорил. — Отец, смотрите, ну, смотрите, вот есть бедные семьи, которые не могут себе позволить двух-трёх детей, но вот почему бы не раздать богатство церковное, ведь достаточно его, и не дать его нищим, страждущим, которые могли бы на эти деньги... — Конечно, вместо того, чтобы делать бордюры в Москве из гранита, лучше это богатство раздать бы нищим. — И будут дети, русские не вымрут. — Вместо того, чтобы строить стадионы, которые стоят миллиарды, или запускать в Роскосмос аппараты, которые стоят миллиарды, которые, кстати, падают, не лучше ли раздать бедным? — А почему вы так иронизируете? Вы, по большому счёту, церковь в первую очередь должна об этом думать. — Я говорю с выражением, а совсем не от бедности. Если некий человек, у которого есть деньги, он хочет восстановить церковь в своём селе или городе, что церковь должна запрещать, вот Патриарх Алексей, Царство Небесное, он говорил, чем больше храмов, тем меньше тюрем. Мы этого хотим нашему народу? Или мы хотим... — Но это не так. Но сейчас нет такого соотношения, что больше храмов, меньше тюрем. — Это слова Патриарха. — Я понимаю, но просто пока это не оправдывается. — Ну, пока. — И, кроме того, я скажу, что, извините, что в посёлке, в которых разбитых, там нет жертвователей, по большому счёту. Приезжает кто, я знаю, откуда, госкорпорация, жертвует деньги РПЦ. РПЦ строят в маленьких городках, вместо того, чтобы, может быть, приют устроить, или что-нибудь в этом роде. Она стоит очень классную, золотую церковь. Это не исключительно странновато. — Вы почитаете отчёты нашего синодального отдела по социальной деятельности. Вы там увидите эту огромную работу, которую вам даже присниться не может. — Так. — По поводу занятий и больными, и инвалидами. — Это прекрасно. — Да. — Это всё есть. — Прекрасно. — И каждая церковь, каждая занимается благотворительностью. У меня, например, два детских дома, которые я полностью на церковный бюджет содержу. А государство за государственных детей нам даёт содержание. Ноль рублей, ноль копеек. — 8 800 200, ровно 97, 02, телефон прямого эфира. Согласны ли вы с отцом Дмитрием Смирновым, что у нас не осталось мужиков, только в спецназе они. Работаем мы в прямом эфире. Нам дозвонился Артём из Москвы. Артём, ваше мнение. Согласны с батюшкой? — Здравствуйте. Ну, я с батюшкой согласен, потому что он батюшка, во-первых. И на самом деле духовности как раз не хватает нашему народу. Да, и в этом основная проблема. Поэтому то, что строятся храмы, то, что эти храмы красивые, я в этом ничего плохого не вижу. То, что у нас народ деградирует, я с ним тоже согласен. Проблема такая есть. Вот. Как с этим бороться, как с этим быть, я не знаю. Но то, что церковь прививает людям нормальные идеи, нормальные мысли, ну, то есть, как бы, как это правильно сказать, высветляет голову, скажем так. Это сто процентов правильно. Артём, спасибо вам большое. 8800 200 ровно 97 02. Согласны ли вы с отцом Дмитрием Спердовым, что мужиков у нас не осталось? Вот нам пишут ватсап, а почему вы молчите о зарплатах священнослужителей, которые в разы больше, чем зарплаты госчиновников? Так ли? Я хочу просто добавить, вот возьмем... Ну, конечно, каждый священник получает миллиард долларов ежемесячно. Не-не, ну, конечно, нет. Ну, конечно, это абсолютно известно всем людям Иркутской области. автору этого месседжа. Отец Дмитрий, а вот сегодня вы на каком Майбахе к нам приехали? Я горохового цвета. Так, ну, я понимаю, что это бим и бом. Ну, извините, вы сейчас разыгрываете спектакль. Но, слушайте, я вот приехал сейчас в Иисусе с Юды, это такое в Иркутской области, где строятся, я уже не просто так говорю, что строятся прекрасные храмы. Они пусть строятся, это прекрасно, я не против них. Вот только вы, я бы только не подумайте. Но, смотрите, еще раз, вы говорите, что 95% от народа вам не особо нравится. Плохой народ, деградируют. Опять я говорю. Не мужики. Нет, подождите, 95% слушайте, мне нужно что-то опираться. Я на ваши слова опираюсь. У вас время одни образы. Но вы как нормальный журналист, вы их а из контекста вынимаете и начинаете их интерпретировать совершенно не так как я это сказал. Хорошо, я немножко даже не об этом говорю. Я говорю о том, что вот есть такой условный усть-юда. Там строится посередине вот этой усть-юды церковь. Серьезная, большая, и слава Богу, она красивая и так далее. И все бы ничего, опять-таки. Но получается, что священник, там даже видно, в общем, хозяйственная работа богатая, подворья, все хорошо. Но бросается в глаза разница. Я вот не о том, что плохо строить церковь, драть с Бога не об этом. Вот разница между тем, что строится и тем, что есть, настолько радикальная, что вот удивляешься, у нас и государство вроде богатое, им всего много, и церковь у нас, как видно, богатая, все в золоте. Но почему никто не обустраивает жизнь обычных людей, которые за забором, за градой церкви, которые за Кремлевской стеной? Почему там люди не могут найти себе работу и потом им батюшка с радио говорит, вы там деградируете? Вы там спеваетесь, вы не мужики. Вот это мне больше всего бесит. У меня 150 рабочих мест в моем храме. Я вам аплодирую. Я вам аплодирую. Понимаете? И мы, каждая церковь создает рабочие места. Это Москва? Не только. У меня два прихода за городом. Ну, в Подмосковье. Которые абсолютно полностью дотационные. Ну, как Можайск, за Можайском. Вы нас за Можайск загоните, батюшка. Ничего, не собираюсь никого загонять. Просто существуют обычные журналистские стереотипы. Сейчас, вот, у меня был такой эпизод. Я прорубил в этом самом, в чердаке люк и сделал туалетницу. После этого ко мне стали мужики приходить, его здорово сделали. И стали делать такое же, чтобы освоить это помещение. Даже люди в городе, в котором помойка увидят, как можно строить, начать с церкви. Это очень правильно. И будут подтягивать. И свои дома обихаживать. Какие деньги, извините. Какие деньги. Прошу прощения. Вы что, там нет денег. Там единственная работа это лес валить. И пенсии. Все, там нет работы. Раньше мужики, где не было работы, они садились на своих лошадок и ехали в город, занимаясь извозом, ямским промыслом. Понимаете? Надо в такси работать. Я сейчас перевожу на современный язык. В такси работать. А так и уехали все туда. Вот. И что? И что? И зарабатывают. Скоро у сюда останется только церковь. И работают. Пусть у людей остается только церковь. Прекрасная, золотая, с единственным священником и без, конечно, пасты, потому что она вся разбежится по... Она вся переедет в Москву. Видимо. Ну, у нас такая главная тенденция. Но это и губит русскую землю. Причем тут народ тогда в этом случае? Что ж вы его так... Народ будет чаще смотреть телевизор и радио, а церковь будет им говорить, что не надо убивать детей. Нужно их рожать. Нужно заниматься их воспитанием. Муж должен... Я вот, когда мне было 17 лет, я работал на трех работу. Нам дозвонился Игорь из Воронежа. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Вы согласны с отцом Дмитрием? Какое ваше мнение насчет русских мужчин? Ну, вот, судя по его словам, я так понял, что настоящие мужики не только в спецназе, но еще и в РПЦ присутствуют. Вот. Что это значит? Ну, в русской... Он считает настоящим мужиком вот этот вот отец Дмитрий Смирнов, я так понял. Вот это первый вопрос. Ну, это вопрос к Роману, наверное. Нет, отец Дмитрий Квам. Считаете ли вы себя настоящим мужиком? Ну, вопрос некорректен. Я, во-первых, не мужик, а поп. Это совершенно другое сословие. И вот у меня еще один вопрос к отцу Дмитрию. Не считает ли он вот эту вот возможность прийти в церковь, замолить грехи как бы индульгенцией на грех? Нет, не считаю. Еще, пожалуйста, вопрос. Все, Игорь ушел. Ну, вот это очень тонкий вопрос. А вы себя считаете настоящим мужчиной? Я об этом даже не думаю. Я исполняю свою роль послушания. Вот я выбрал определенный путь. И я ему на этом пути... А я объясню. Я объясню, почему такой вопрос. Потому что сказать, что кому-то, что он не мужик, может, только мужик. Но я не мужик, а поп другая. Тогда вот это категория. Вот, давайте, когда разговор, ты мужик, я даже драться не могу по канону. Пожалуй, я же. А что такое мужик, по вашему мнению? Вот какие должны быть пункты? Там, вот пять пунктов настоящего мужика. Моя любимая тема. Мужчина должен быть А. Молчалив. Второе. Силен. Третье. умен. В-четвертых, образован. Он должен быть благороден. Такие... Ты это руками не пощупаешь. Там, может быть, ты точно не мужик-то, ведущий радио, ты не мучилив. Я балабол. И душу нельзя пощупать. Есть масса вещей в нашем мире, которые нельзя пощупать. Ну, вот нам дозвонился Евгений из Москвы. Евгений, а вы себя мужиком считаете? Добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. По поводу спецназа, в спецназе люди помогают друг другу не за зарплату, а у них, собственно, выручка. О, золотые слова. Которая просто основана на долге, чувство долга и, как это ни странно, чувство любви друг к другу. не только потому, что они там соседи там по квартирам, по домам, а еще потому, что, ну, воспитаны в любви. У нас большая проблема, ну, не знаю, там, у русских, там, россиян, не будут, ну, не знаю, как нас интерпретировать, но у нас проблема в том, что нас долгое время учили вообще ни о ком не заботиться. Ну, кроме как, там, не знаю, коммунистическая парка, коммунистическая парка, а если заботиться, то, так и, знаете, вот в рамках культурных взаимоотношений. То есть мы, как бы, все заботимся друг к другу, интеллигентно друг к другу относимся, но внутренне мы чужие друг к другу. А вот христианцы, ну, насколько я для себя это понимаю, все же это не только любовь друг к другу, как вот, ну, позаби тебя, но отдать больше, чем себя. Просто больше. У нас этого не то что нет, но этого мало. Мало. Если там будет, как бы, свойственную примет, там, приводить свою жизнь, там, да, вот, ну, не хватит, там, и трех часов, да и недостойно этого гордыни сожрет просто. Но в 90-е годы у меня был выбор воровать, как минимум, да, убивать или все же пытаться себя найти. В итоге мне пришлось уехать из другого города и уехать в Москву. Что касается маленьких городов, где тяжелая ситуация, тяжелая просто, да, и как выживать, и что делать, если я скажу сейчас какой выход, да, опять же, согрешу, это неправильно. Другое, что помогать нужно обязательно друг другу, причем помогать от души, от сердца. И мало-помалу что-то получится. Что касается это храма с золотыми куполами, который строится, мне кажется, это больше не ради эстетического удовольствия, там, да, и красоты, и архитектурной какой-то, а потому что это Дума Божия, куда люди должны приходить молиться, не на рынке, не на базаре, а в храме. У меня есть примеры действительно священников, которые своим примером показывают нам грешным, как помогать людям, причем безвозмездно, а все это безвозмездно абсолютно. Они на себе имеют кучу, забот куча, я удивился, что и инвалидные какие-то диспансеры, там, неврологические диспансеры, там, помогают там, неимущим, там, да, забирают вещи, казалось бы, ну, зачем, да? Евгений, спасибо вам большое за мнение, очень подробный ответ, 8800200 ровно 9702, согласны ли вы с отцом Дмитрием Смирновым, что мужиков у нас больше нет? Давайте еще один звонок примем, Анатолий из Владимира нам дозвонился, Анатолий, здравствуйте. Анатолий сорвался с нами. Ну вот, Володь, к тебе вопрос, вот что гонишь на церковь? Если бы не церковь, у нас в стране остались бы, чайхана да кабак. Так, Господи, я не гоню на церковь, я даже не спорю с отцом Дмитрием, я просто говорю о том, что есть некие перекосы, и, кстати говоря, сам отец Дмитрий, когда вот эту фразу сказал, тут тоже перекос, явный перекос, потому что мы даже сейчас три части у нас передачи, мы уже полчаса, и ведь никто здесь не утверждает, что 95 мужиков не мужики, да, мы же не говорим об этом, мы же говорим, мы таким образом просто им показываем, что, ребята, ну, будьте более честны с детьми, платите алименты, таким образом не будет аборт. Я понимаю, что хочу сказать, отец Дмитрий, но я хочу, чтобы все-таки священники общались с людьми более уважительно. Ну, давайте все-таки, знаете, все-таки православная церковь это любовь, а когда обзываю, идет просто такое, ну, знаете, поношение, да, ну, извините за такое слово, я вздрагиваю и думаю, а где у нас тут Нагорная проповедь-то вообще, где тут смирение, где тут подставление еще, здесь все, здесь все как-то вот ты плохой. Нет, ну, вам не нравится моя манера на публицистике. Ну, давайте, я поговорю с ректором, может, он вас в ритеры возьмет, так сказать. Это не просто риторика, это вы обращаетесь к миллиону людей, ну, подождите, есть слабые люди, которые вообще скажут, что за ретрограды в церкви, они же, бывает, по одному слову священнику судят о большом, и можно очень многих от церкви, ну, скажем так, отшатнуть такими неуклюжими словами. Я говорю только о мере. Только о мере. Нельзя наоборот. Понимаете, мое опасство, оно состоит из миллионов, начиная от Канады и заканчивая Новой Зеландией. У меня там есть и в Уругвай, понимаете, и на Мадагаскаре, и в каждой европейской стране. Весь русскоязычный мир, он очень внимательно следит за моей деятельностью. И, конечно, есть люди, которым моя манера не вполне устраивает, но мне в 70 лет уже трудно становиться каким-то другим. Но я говорю то, что думаю, и выбираю гиперболы и метафоры, но которые всплывают в моей голове в данную секунду. я просто часто сижу с Милоновым, с другими, не буду в этом эфире даже упоминать эти люди. Я просто надеюсь, что это не тот случай, но иногда мне кажется, что специально не вас, даже, может быть, и вы, не могу сейчас сказать, священники вызывают какой-то специальный скандал, не знаю даже для чего, для того, чтобы, возможно, благородных мотивов показать обществу его настоящую личину, указать на грехи. Но возникает такое ощущение, что это искусственный скандал. Действительно, провоцируете, это провокация. Нет, специально... Это вполне журналистское, актерское, абсолютно актерское прием, который вы применяете. Вы в таком смысле вбрасываете вот эти вещи. Потом с удовольствием идете в студию и, в общем-то, окормляете пасву. Это странная вещь. Какой же... Я не делаю вброс ради вброс. Я просто ставлю тему, которая не только меня не волнует, а мне звонят сначала корреспонденты и начинают спрашивать. А я им отвечаю... Они бегут, конечно, бегут. Они как собаки, это коммерческое слово. Вы подкидываете им куски. Они на лету хватают, конечно. Чтобы шоу-шоу расход. Ваши гипербылы, они очень вкусные. Для журналистов. Ведь они же не раскалывают общество. Вот именно. Вот в чем-то это время. Вот это очень интересно. Раскалывать общество. Что там раскалывать-то? Ну, добивать эти осколочки вот этим молотком. А, да, лучше уж тогда, если уж расколот. Как можно склеить? У нас, наоборот, наш журналист, отечественный, я не знаю, как там в Банглаздаше происходит, но всегда ставится задача антитеза. Берут Владимира, берут Дмитрия. и так во всем. Любое шоу, там Путин, Кремль, шоу, да, все. Вы понимаете все эти законы жанра. В другом жанре наш отечественный журналист вообще не работает. Ему кажется, это пресненько. Ему нужно сталкивать, ему нужно, чтобы люди орали. Поэтому вас любит журналист. А для чего вы в этом участвуете? Ну, давайте не буду. Нет, ну, просто вопрос, как это проповеди, или же это... Я, у меня есть вещи, которые меня волнуют. Как происходит процесс. А теперь у нас 20 секунд, ты прям. Я в проповеди своей, пасты своей, я их всех вижу, я им говорю. Они внимательно слушают. А потом на эту тему задают вопросы. Мы продолжим. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Какое ваше мнение? Я могу говорить уже, да? Да, можете. Ну, во-первых, я отца Дмитрия поддерживаю, потому что, в принципе, наверное, Варшовин хорошо знает, как проявил себя спецназ в Беслане. Как он там бил женщин и как другие вещи вытворял, за что им там весь народ благодарен. Это первая позиция. Вторая позиция, я не согласен с отцом Дмитрием, потому что, в некотором плане, потому что, в общем-то, Россия была всегда славна своими женщинами и растила прекрасных сынов. И вот меня воспиталась семья и женщин, у меня не было отца. со спецназом мы прошли свою молодость, сейчас занимаемся тоже близкими делами. Я считаю, что таких, как я, немало, их достаточно много. Поэтому, однозначно, судить об этом нельзя, но роль русской православной церкви у нас должна доминировать, не должна, она доминирует. и происходит достаточно медленная, но очень мощная кристаллизация народа в этом плане. Это моя большая убежденность. Я считаю, что будущее нашего народа, оно, как бы, сейчас видно вот в тех процессах, которые происходят в мире. И если хорошо присмотреться, то можно увидеть то, о чем говорит этот Дмитрий. О том, что, в общем-то, настоящие люди, настоящие мужчины проявляются в задачах спецназа. Это не обязательно война. Это вещи, о которых он сказать не может. Он, как снайпер, стреляет, говорит медленно. А в Арсове, ну, он автоматчик и стреляет от бедра, и его трудно перебить. Поэтому рассказывать очень много отцу Дмитрию, я считаю, трудно. И приходится его вот таким вот образом поддерживать. Поэтому я поддерживаю от Дмитрия. Хочу просто, чтобы его оценка была, как бы, я считаю, что она у него такая и есть. Сергей, спасибо большое за мнение. Мы вас поняли. Но вот сейчас слушатель поднял очень важную тему про будущее нашего народа. Вот у нас нет настоящих мужиков. А кто придет тогда на их место? Может быть, наши прекрасные женщины? Русские? Ну да, сейчас в армию женщин набирают. А наше будущее это юг. Это будут мусульмане, а наш восток это китайцы. Но нам останется работа листья подметать и чистить снег. Нам не дадут самую лучшую работу. Вы посмотрите там на Казахстан. Русские там нашли им работу. А остальные не знают, куда делать. А кто в этом виноват? Русские мужики? Кто это виноват? Что делать дальше? Что делать? Это у Чернашевского спросите. Понимаете? Я задаю два русских вопроса. Человек должен эти вопросы им уже 150 лет. А есть своя голова, своя воля. и люди, которые воспитаны не отцами своими, неизвестно, где они гуляют, а спецназом, на них есть надежда. Потому что они из них готовят настоящих мужчин. Благородных, сильных, способных защитить свою жену, способных воспитать своих детей. У нас в этом наша проблема. Что у нас наша прекрасная русская женщина, надо изменить ее сознание в пользу рождения и воспитания детей. Когда я у девочек маленьких спрашиваю сейчас на исповеди, когда им 12 лет уже исполнил, кем ты хочешь быть? За последние 10 лет ни одна не сказала, я хочу быть мамой. Понимаете? Я считаю, как священник и отец. Это настоящая национальная катастрофа. Вы скучаете по патриархальному обществу, по старым правилам, которые никогда не повторятся. по маме. Я знаю, что для меня сделала мама, что мне сделал отец. У меня была прекрасная семья. И вот все, что я и мои братья, у нас одни братья, вот, мы получили от них. Вот это главное. Я знаю, что такое семья. Вы описываете современное общество, говоря, что это болезнь. Да, молодежь сейчас больше думает о карьере. Да, она больше об учебе думает, а не о материнстве. Да, жизнь и время изменилось так, что то, что вы говорите, это все-таки отголоски вот 19 века. Изменилось плохо. Ну вот когда вы отказываетесь от отвечать на вопрос, что с этим делать, получается, что вы просто описываете реальность вашими словами. Я могу, пожалуйста, расписать программку? Да ничего. Нет, ну а что главное? Вот главное, что с этим делать? Так же, как у нас идет сейчас пропаганда по Украине, точно такую же пропаганду сделал, антиабортную и просемейную. По всем каналам в промтайм. И через два года страна изменится. Вот что надо делать. И это совершенно бесплатно. Никаких долларов тут не надо. Понимаете? 8800-297-02 Телефон прямого эфира. Согласны ли вы с отцом Дмитрием, что мужиков у нас не осталось в студии? Роман Голованов, Владимир Варсобин. Олег из Москвы нам дозвонился. Олег, здравствуйте. Вечер добрый. Я согласен с Дмитрием Сверновым, что народ мельчает, мужиков становится все меньше. Но виноваты в этом, я считаю, идеологическое обеспечение и информационные потоки. А церковь здесь ни при чем нет. Дмитрий Свернов сам сказал, что приезжают какие-то люди, жертвуют на храм и церкви восстанавливаются. Так что у них там свой между собой, насколько я вижу. Насчет идеологического обеспечения. При, допустим, правлении Иосифа Вестерионовича Сталин идеологическое обеспечение было на высшем уровне. Церквей было меньше, но люди хотели рожать и воевали за Родину. Так что, я думаю, надо изменить информационные потоки больше нет. Ужас какой, да. Отец Дмитрий, а вот то, что показывают по телевизору, постоянный вот этот Дом-2, вы считаете, вот в этом проблема? В том, что это ток-шоу, где разбирают грязное белье в программе Малахова, в этом подрывает наш терью? и в этом тоже. Это же показывают мерзость. Чтобы учить добро, нам показывают добро, а не мерзость. Поэтому и Дом-2, Малахова, я не видел, Дом-2 вообще мне не попадался уже давно. Но при капитализме это возможно? Вот вы можете представить, это надо менять строй, это возможно даже не социализм, ну ясно, что не социализм. Это могут поменять мужики, которые выйдут на улицы и окружат студии и скажут, ребят, нам это больше не надо. И приедет спецназ и отметелит этих мужиков. Зачем отметелить? Понимаете, если придет спецназ, метелить не надо. Нужно объяснить на хорошем русском языке. А когда появятся эти мужики? Когда придут мужики около телестудии, купил рок-напр. Не знаю, когда у них сознание до этого вырастет. ну, вы, наверное, знаете, есть такой объект, как конституция. По конституции источником власти в нашей стране является народ, а не журналист. Но не мужики с битами, которые приходят к астанциям. Зачем без бит? Спецназ, он работает без бит. Да, я забыл, у них же руки как биты. Да. Согласен. Можно поговорить и сказать, нам этого не надо. 8 800 200 ровно 97 0 2 телефон прямого эфира. Сергей из Волгограда нам дозвонился. Сергей, согласны с отцом Дмитрием, что мужиков у нас настоящих не осталось? Да, если бы у нас мужиков настоящих не осталось, то у нас бы все рухнуло, бы уже давно сгорело и пришло бы в негодность, скорее всего. Поэтому все-таки есть еще люди, которые могут делать свое дело. И к разговору о том, что такое мужик, можно, конечно, распространяться насчет спецназа, оружия и там прочего, но я постараюсь быть короче. Мужик это человек, который ответственен за всякое, к чему прикасается. И даже если он прикасается, допустим, к женщине или к девушке, то он сразу становится ответственен за нее и за все, что с ними будет происходить. Вот в этом, собственно, мужике, если он забивает гвоздь, то он ответственен до тех пор, пока либо он жив, либо этот гвоздь не истлеет в дереве. Сергей, спасибо большое. Отец Дмитрий, а ответственности почему боятся? Бриллиантовые слова. Вот настоящий благородный мужчина с нами сегодня был в эфире. Это из тех 10%. Почему боятся, потому что не получили воспитание. им не объяснили красоту мужского бытия. А вот этот молодой человек, не знаю имени и звания, но ясно, что он этому научился. Пишут, женщин настоящих тоже не осталось. Ольга 57 лет. Женщина может вырасти только рядом с настоящим мужчиной. Вы понимаете, что эти разговоры ведутся уже тысячелетиями. Тысячелетиями все время говорят о том, что не то время, не те люди, не тот народ. Ребята, у нас нормальный народ и мужиков, и достаточно. Я, по крайней мере, это вижу. Нормально. Все хорошо. Только нормы сместились. Так все нормально. Нормы сместились. Только на душу населения выпивать C2H5H и это знаете. В Японии пьют больше. Ну вот так вот в мужской компании мы поговорили, даже женщины нам не дозванивались, только писали. Отец Дмитрий Смирнов, Владимир Варсобин, Роман Голованов были с вами.